Беспристрастная техника готова снимать всё, что человеку будет угодно. Порой из-за одного лишь снимка может бросить в дрожь. В другой раз на фото совершенно ничего не понятно. Оно может оказаться самым обыкновенным, но это до тех пор, пока вы не узнаете предысторию. С ней обычный снимок по накалу страсти и степени ужаса даст прикурить самому яркому кадру. С вами профессор Гуглов, и сегодня я покажу вам пугающие фотографии, которые имеют ещё более пугающие истории. Но давайте всё же начнём с кое-чего простого, так сказать, для общей эрудиции. Вы когда-нибудь слышали о белом танце? Думаю, его знают все, но вот далеко не каждый догадывается, что на самом деле означает его название. Вообще оно зародилось ещё во времена придворных венских балов. Местная знать устраивала подобные мероприятия, на которых главным правилом было ношение масок. Также крайне важно, что пригласить на танец тогда обязана была только девушка. Из-за этого изначально он назывался не белый, а женский танец. Прошло совсем немного времени, и кто-то в зале отметил, что тут полно девушек в белоснежных платьях. Именно поэтому вскоре название и поменяли на белый танец. На фото слева вы можете заметить обычную девушку. Её зовут Елена де Ойос. Она довольно красивая и, конечно же, не могла не привлекать внимание мужского пола. Как вы думаете, кто изображён справа? Быть может, это неудачный портрет девушки или вовсе её рисунок из воска? Оба варианта не являются верными. Тем не менее, они близки к правде. Справа всё та же Елена. Как же так? Спросите вы. Сейчас всё расскажу. Совсем молодой, в 21 год, девушка заболела туберкулёзом и обратилась к доктору Танцлеру за лечением. Мужчина всячески пытался ей помочь, но его попытки оказались безрезультатны. Вскоре девушка ушла на тот свет. За время их сеансов между парой произошёл коннект, и Танцлер влюбился в Елену. Он долго не мог отойти от случившегося горя и постоянно приходил в мавзолей, который сам же полностью оплатил. В один момент его постигла безумная идея забрать девушку к себе домой и ухаживать за ней, как за живой. Ну, так он и поступил. Вытащил тело, принёс домой и стал за ним следить. Использовать духи, чтобы не было противного запаха, ремонтировать её разлагающееся тело при помощи восковой маски и всё в таком духе. Следующее фото, к сожалению, показывает далеко не простого любителя Дарта Вейдера, который купил костюм обожаемого персонажа и пришёл показать его друзьям. Это Антон Петерсон, парень, который в таком виде в 2015 году заявился в школу. Конечно, все сразу обратили на него внимание, но ни о чём серьёзном и подумать не могли. Некоторые учителя и школьники даже решили сделать фотографии вместе с ним. Но как только фотосессия завершилась, Петерсон начал использовать меч по прямому назначению. Рубить и калечить всех, кто попал под руку. И, к сожалению, несколько человек скончались от полученных ранений. На этом снимке изображена девушка по имени Бланш Манье. Она не является жертвой Холокоста, какой-то неизлечимой болезни или чего-то вроде того. Совсем нет. История такого ужасного вида берёт начало несколько десятков лет назад. Будучи ещё молодой и привлекательной, Бланш влюбилась в парня, который категорически не устраивал её родителей. Пока решался вопрос, дойдёт дело до свадьбы или нет, Бланш неожиданно исчезла. Друзья, соседи и родственники решили, что она сбежала из дома, затаив обиду на своих родителей. И так все думали аж четверть века, пока в 1901 году в парижскую полицию не поступил сигнал, что в одном из домов на чердаке содержится в заточении незамужняя женщина. Там и нашли девушку в абсолютно истощённом состоянии. Она весила всего 25 килограммов. Лично я сперва подумал, что парень оказался психом и спрятал там свою девушку, ну просто наплевав на указ благородных родителей. Но всё оказалось иначе. Бланш заточила собственная мать, которая категорически не хотела отдавать дочь за самозванца. Мать была помещена в тюрьму, где вскоре встретила свою кончину. Бланш же положили в лечебницу, но она, увы, ушла на тот свет через 13 лет. Если среди вас есть кто-то, интересующийся маньяками и всей вот этой движухой, то это фото вы определённо могли видеть. Оно по праву является одним из самых популярных в 20 веке. Поскольку его история пробирает до самых мурашек. На фото девушка по имени Джуди Далл, а снял её Харви Глаттман. Мужчина выдавал себя за профессионального фотографа и постоянно обманывал девушек. Сперва звал их к себе в гости, якобы на бесплатную фотосессию, а потом насиловал и избивал. На фото, к слову, его первая жертва. Покончить же с безобразием удалось не с выследившей гада полиции, а одной из моделей. Девушка почуяла что-то неладное, смогла выхватить пистолет и спастись. Но что нам с вами эти маньяки, верно? Давайте лучше отойдём от темы психопатов и посмотрим на милого клоуна. Скажите, вот вы бы хотели себе такого на день рождения в детстве, а? Что-то мне подсказывает, что вряд ли. На снимке изображён примерный семьянин Джон Уэйн Гейси. Мужчина пользовался популярностью на своём районе. Все знали его как отличного и честного человека. Хобби мужчины являлся костюм клоуна. Он обожал развлекать детей. Но кроме этого, Джон вёл и свой строительный бизнес, вступил в демократическую партию США, занимался общественной деятельностью и так далее. Но никто не знал, что этот добродушный толстяк уже отсидел срок за сексуальное домогательство в отношении подростков. Пока 11 декабря в 1978 года не исчез 15-летний Роберт Пист, которого последний раз видели в компании Гейси. Мать подростка рассказала, что тот пошёл устраиваться на работу к Гейси и не вернулся. Полиция получила ордер на обыск дома мужчины-клоуна. Полицейские спустились в подвал и обнаружили тела 29 молодых людей и подростков. Общее число жертв клоуна-маньяка – 33 человека. Кстати, многие считают, что именно этот персонаж стал прототипом клоуна из знаменитых книг и фильмов «Оно». А тут у доски стоит маленькая девочка по имени Тереска. Правда, доска находится не в школе, а в детском приюте для детей с ментальными проблемами. Всё это снято в Польше в 1948 году. Девочка постаралась изобразить дом так, как она его видит. На самом деле снимок действительно пугающий, ведь малышка изобразила его в виде колючей проволоки, поскольку выросла в концлагере. Дальнейшая судьба Терески осталась неизвестна. Эта жуткая фотография буквально со скоростью звука облетела весь мир и привлекла общественность. Сделал её в 1993 году фотограф Кевин Картер в Судане. За этот снимок он получил премию, а фото, купленное и опубликованное в Нью-Йорк Таймс, шокировало всех читателей. Снимок выглядит так, словно стервятник вот-вот нападёт на обессиленного ребёнка, но на самом деле никакой особо страшной истории он не имеет. Родители девочки занимались разгрузкой гуманитарной помощи с самолёта и ненадолго оставили её одну. Малышка же пыталась догнать своих маму с папой. В тот самый момент рядом с ней и сел стервятник. Кевин Картер заметил это и тут же подошёл поближе, чтобы сделать снимок. Расстояние до девочки было где-то 10 метров. После пары кадров мужчина тут же прогнал злую птицу и обеспечил безопасность малютки. Как заявили двое других фотографов, в этой местности такая история со стервятником не является чем-то уникальным или редким. Дети часто играют на улице до потери сил, а птицы всё это время летают в небе. Как только дети устают и практически перестают двигаться, стервятники опускаются на землю и подходят к ним поближе, но не нападают. Пока человек живой, ему ничего не грозит. Как я уже сказал, за этот снимок мужчина получил премию, но тем не менее в его адрес продолжили сыпаться негативные высказывания, мол он чуть не погубил ребёнка. Не знаю, верить слухам или нет, но многие утверждают, что именно на их фоне, из-за того, что фотограф сделал такой снимок, он через короткий промежуток времени покончил с собой, не вынеся эту тяжкую ношу. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. На этом сегодняшний выпуск подошёл к концу. Друзья, расскажите в комментариях, о каких странных или пугающих фото известно вам. Также, если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте ему лайк и, конечно же, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новый годный контент. Пока-пока!